Четыре мешка рекламы отправляются в мусорный контейнер. Таков итог этого дня для волонтеров 162-й школы Кировского района Самары. Ученики стали одними из первых участников акции «Пожиратели незаконной рекламы». Вклад в работу городского хозяйства, очистка столбов, фасадов и павильонов от несанкционированных объявлений. Нам даже приятно. Мы хотим, чтобы город стал чистым. А когда он будет чистым, он будет красивым. Пытаемся избавиться от всех этих вредоносных наклеек. Они портят вид города. Ежедневно на улице Кировского района Самары выходят порядка 700 школьников. Их работа в подмогу муниципальным предприятиям, которые очищают город от несанкционированной рекламы. Практически ежедневно проводятся рейды. Бутылка клея, пачка объявлений обнаружен с поличным. Очередной расклещик объявлений приглашен на административную комиссию. Нарушитель отказываться не стал. Человек-приезжий хотел заработать, а в итоге составлен протокол. За это правонарушение для физических лиц предусмотрен штраф до 2000 рублей. Для юридических – до 300 тысяч. Мы в начале года серьезно вместе с административной комиссией отработали алгоритм привлечения данных лиц к административной ответственности. Изучили нормативную базу. Потренировались, каким образом правильно документировать это административное правонарушение. И на сегодняшний день у нас ежедневно проходят рейды. За тем, чтобы на улицах Самары не было несанкционированной рекламы, теперь следят пристально. А за тот месяц, что проводится акция, власти плагируют навсегда отводить нарушителей от расклейки объявлений. Дав понять, занятие расклеивать листовки становится бессмысленным. Павел Воймаков, Олег Зверев, Станислав Левин. События.